Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника здоровья онлайн и я кандидат медицинских наук Анна Соколова. Не забывайте, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нашему разговору. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 376 45 88 или оставить свои комментарии на нашем сайте екбург.тв. Сегодняшняя тема разговора очень интересная. Это тема вынашивания недоношенных детей и тема того, как сохранить им здоровье и тема того, что недоношенные и доношенные дети практически в своей дальнейшей жизни не отличаются друг от друга. Главное, всё сделать правильно и обратиться к хорошему специалисту. И, наверное, очень много об этой проблеме знает наш сегодняшний гость, врач-неанатолог Исупова Галина Николаевна и также детский невролог. На самом деле могут недоношенные дети и доношенные дети отличаться как-то в своём развитии? Допустим, если им уже 5-6 лет, я представляю, что, наверное, первые годы какие-то отличия могут быть или тоже я не права вообще в этом? Нет, конечно, несомненно, недоношенный ребёнок в силу своей недоношенности, по степени недоношенности, он будет несколько отставать на первом году жизни, но, как правило, недоношенный ребёнок, он догоняет в своём развитии к 3 годам, по некоторым системам даже к полутора годам. Хотя, конечно, он чуть позже, особенно первый год, первые полугодия жизни, это очень сильно сказывается. То есть он чуть позже будет начинать ходить, чуть позже будет начинать сидеть, чуть позже заговорит и так далее, чуть позже встанет на ножки. Как правило, ну, например, если доношенный ребёнок это всё делает в районе года, да, то есть начинает говорить и ходить, первые слова, по крайней мере, то недоношенный ребёнок в гестационном возрасте, который родился 900 грамм, либо килограмм, он это сделает в год и четыре. Но, в принципе, к трём годам по основным системам он, в общем-то, догоняет. Не очень сильно недоношены дети, которые родились в районе двух килограмм, двух с половиной килограмм, в принципе, к году они уже не отличаются от своих доношенных сверстников. Но в 5-6 лет, наверное, уже никто разницы не заметит, если нет серьёзной патологии. Дети, которые очень сильно маловесные, то есть вот дети с экстремально низкой массой тела, с очень низкой массой тела, то есть дети меньше полутора килограмм, они, конечно, могут немного отличаться от своих сверстников, потому что более маленькие, более худенькие. Но на самом деле у них есть такая интересная способность, что в период, когда идёт интенсивный рост, в период полового созревания, они даже перегоняют своих сверстников. То есть они очень высокие. У меня под наблюдением есть такие детки, которым уже и 12, и 13, и 15 лет. Они выше своих сверстников на голову. Галина Николаевна, расскажите нам, чем же занимается врач-неанатолог? Что это за врач? Это педиатр или это обязательно неврологом нужно быть? Вот смотрите, врач-неанатолог – это педиатр для очень маленьких детей. То есть всё равно наблюдение ребёнка старше года и наблюдение ребёнка до года, оно очень сильно отличается по себе, потому что за первый год ребёнок проделывает такой значительный скачок в развитии, который не бывает никогда в жизни у ребёнка. То есть вот период беременности и период первого года – это самый резкий скачок. То есть за период беременности он из клеточки маленькой, в которой встретились клетки папы и мамы, превращается в настоящего человечка с ручками и ножками, но рождается совершенно, по-видимому, беспомощно. Он ничего не может делать, ни говорить, ни стоять, ни ходить. И за первый год жизни он утраивает свою массу. Он из такого маленького беспомощного комочка превращается в человечка, в настоящего, который уже умеет проявлять своё «я», которое умеет ходить, встать и заговорить. То есть это очень важный этап в развитии ребёнка, в котором очень важен каждый день. То есть каждый день ребёнок что-то обознаёт новое, в чём-то развивается. И поэтому в этот как раз период можно все проблемы, которые были за период беременности и родов накоплены у ребёнка, фактически исправить за всё это время, даже если он родился прежде срока, даже если он родился с какими-либо проблемами. То есть их можно либо минимизировать, либо исправить совсем. Поэтому этими проблемами и занимается врач-нанотолог. Потому что просто педиатр, который сидит на участке, возможно, что у него не хватит столько времени рассказать, когда нужно вашему ребёнку ввести прикорм. Особенно ссылаясь на то, что он может быть не очень здоров изначально при рождении, что он может быть недоношенным и так далее. То есть здесь, конечно, нужно наблюдение грамотного врача, именно нанотолога. Почему у меня специальность называется нанотолог-невролог? Потому что, конечно, на будущее ребёнка, на то, каким человечком он станет, это влияет как раз таки. Самая проблема – это неврологический дефицит. То есть насколько он сможет обучаться в школе, насколько он сможет успешным человеком стать, получить профессию, потом, так сказать, стать опорой своим родителям. Поэтому вот моя специальность, она как раз на стыке всех этих специальностей получается максимально эффективна. Потому что я фактически как невролог, оценивая каждые 2-3-4 недели, каждый месяц ребёночка, я могу знать точно, к какому сроку он должен встать, к какому головку держать, к какому гулить и так далее. И особенно в свете нашей сегодняшней беседы, в свете именно проблемы недоношенности, можно очень хорошо отследить эти моменты, когда нам нужно что подправить для ребёночка, чтобы всё было своевременно. А скажите, пожалуйста, с какого возраста вообще сейчас выхаживают детишек? И с какого возраста, неправильно, конечно, сказать, с какого веса? Потому что вот вы говорите, есть сильные недоношенные, есть глубоко недоношенные. Что это значит? Объясните немножко. Вот я пришла в нанотологию фактически на заре становления этой науки, да, в Екатеринбурге, это 20 лет назад было. То есть тогда дети, которые меньше килограмма, они выхаживались в единичном варианте. Среди 10 рождённых детей выживал только один самый сильный. Это было на самом деле всегда. То есть детишки есть и сейчас. У нас есть был, по крайней мере, профессор именно медицинский, да, который всех говорил, что я из 900-граммовых. Но это были единичные случаи. И за эти 20 лет настолько изменились подходы именно к оказанию помощи новорождённым. То есть они в целом изменились. В родовом зале, на периоде реанимации, на периоде патологии новорождённых и так далее. На всех этапах выхаживания настолько изменились, что сейчас уже могут выхаживаться достаточно успешно дети от 500 грамм, от 22-х недель беременности. Причём очень хорошие результаты получаются именно у детишек. Вот этих вот они называются дети с экстремально низкой массой тела. Да, это дети меньше 750 грамм, от 500 до 750 грамм. И с очень низкой массой тела, это дети меньше полутора килограмм. То есть они достаточно неплохие имеют результаты по выхаживанию, по лечению. А почему важно вот такое тщательное наблюдение ребёнка именно первого года жизни? Вы кратко сказали, но чуть-чуть поподробнее. Как часто тогда нужно обращаться к врачу-неонатологу? Это зависит от сопутствующей патологии? Или вот каким образом вот это наблюдение ребёнка первого года строится грамотно? Ну, конечно, вот есть как бы критерии наблюдения участковой службы. Да, это то есть раз в месяц наблюдение, взвешивание, измерение, оценка развития. Но при рождении особенно недоношенных маловесных детей, конечно, эти периоды, они должны как-то меняться. То есть, как правило, есть определённые сроки, когда необходимо определить, что у малыша может произойти. То есть, как правило, почему наонатолог и определяет. Он как бы главенствующий в этом плане для того, чтобы определить тактику, когда нужно показаться тому или иному специалисту. Например, для недоношенных детей очень важна, например, патология глаз. При этом окулист, как правило, до созревания сетчатки, он смотрит даже раз в неделю. То есть, и при этом вот эти моменты он должен всё равно отслеживаться совместно с наонатологом. Есть моменты, которые именно важны для развития. То есть, в определённые периоды ребёнок, например, доношенный ребёнок, он к месяцу должен начать держать голову. Если ребёнок не доносила маме его на три месяца, то есть, конечно, этот период немножко оттянется, но он должен к четырём месяцам, то есть примерно, это называется скоррегированный возраст, когда ребёночек как раз-таки подотстаёт, но это в норме отстаёт. Но это нормальное отставание как раз и должен определить врач-наонатолог для того, чтобы определить индивидуальную схему подхода именно к наблюдению такого ребёнка. То есть, в сути сказать, на консультации, вот я как наонатолог определяю, что вот, например, данному ребёнку в данной ситуации я могу на две недели спрогнозировать какие-то проблемы, и через две недели пригласить на приём, а другого малыша я могу отпустить на полтора месяца, потому что каких-то существенных проблем в этот период не предвидится. А есть ли какие-то особенности кормления недоношенных детей? И вообще, как Вы относитесь к новомодной тенденции быстрого перехода и замены грудного вскармливания искусственными различными смесями? Потому что вот я, насколько знаю, даже у меня есть подруги, которые либо вообще не кормили, потому что ты сразу же можешь, конечно, приобретая очень качественные смеси, якобы заменить грудное молоко качественными смесями, и при этом у детей нет колик, и при этом они как-то легче переходят на потом обычное питание. Как Вы к этому относитесь? Ну я всё равно, вот столько лет наблюдая детей, я убеждена, что ничего нет лучше, чем грудное молоко. Причём, чем более недоношенный ребёнок, тем больше это грудное молоко подходит конкретно Вашему малышу. То есть на самом-то деле ничего лучше природа не придумала. И очень много исследований проведено по грудному молоку, в том числе и с израильскими докторами, которые показали, насколько оно важно. То есть это неоценимая вещь, неоценимая защита. И особенно как раз детям, которые не доносились до срока, у которых иммунная система несколько позднее дозревает до нормы, то есть она догоняет примерно к трём годам. Очень важный момент, чтобы грудное молочко, которое даёт защиту великую для кишечника, для слизистых ребёночка, оно поступало как можно дольше. Вот по моему глубокому убеждению, то есть необходимо кормить ребёнка как минимум до года. Причём по введению прикормов, то есть перехода на так называемую взрослую еду, есть определённые схемы, есть определённые именно тактические решения для конкретного малыша. Потому что есть моменты, например, у ребёнка есть склонность к задержке стула. Да, мы ранним введением прикормов, например, фруктовых соков, можем в этот момент откорректировать. Либо наоборот, есть склонность к низкому набору веса. Точно так же просто банальное введение прикормов своевременно на фоне сохранения грудного молочка оно необходимо. Если коснуться темы недоношенных детей и смеси для недоношенных детей, там тоже есть момент интересный. То есть, например, есть сейчас на рынке усилители грудного молока, которые при добавлении фактически усиливают. Это для детей, которые плохо прибавляют. Но у меня огромный опыт, я около 20 лет наблюдаю вот этих маленьких недоношенных детей. По сути сказать, не скажу, что есть большая разница в прибавках веса. Конечно, бывают проблемы, когда малыш и так в силу своей маловесности при рождении плохо набирает дальше вес. Но тем не менее, даже при такой ситуации, как правило, вот добавление небольшого количества, например, одно или два кормления при сохранении грудного скармин детей, это специализировано для недоношенных, для вскармин недоношенных детей, оно очень хорошо работает в этом плане. И поэтому очень важно, как раз таки, вот вернувшись к предыдущему вопросу, наблюдение именно на ненатологам, потому что именно недоношенных детей, потому что они, ненатолог именно может скорректировать вот именно сроки введения прикорма, подобрать индивидуальную схему введения прикорма. Потому что, конечно, ребёночек, родившийся на месяц, на два, на три раньше своего срока, кишечник у него дозревает к своему естественному сроку. И природа другого не придумала. И когда, приходя ребёнок, который родился в весе полтора килограмма, ему на участке рекомендуют в четырёхмесячном фактическом возрасте назначать соки и так далее, он их просто не в состоянии усвоить. И кроме проблем, и кроме неприятия мамы введения прикорма, это ничего хорошего из этого не бывает. Понятно. Галина Николаевна, вы знаете, у нас на сайте очень много вопросов, посвящённых взаимосвязи неврологических нарушений и родовых травм. И ещё у нас есть опрос. Наша корреспондент выходила на улицы города и задавала такой вопрос. Кто виноват в рождении нездоровых детей с точки зрения наших горожан? Давайте посмотрим, а вы потом прокомментируйте. Если это последствия неправильного приёма родов, тогда это врачи. А если это образ жизни родителей сегодняшних, которые пьют, курят, я не знаю, тогда родители, конечно. Я считаю, что в первую очередь это экология и безответственность молодых родителей. Родители, которые не ведут здорового образа жизни, это часто бывает. Я думаю, что неправильная вода в трубах течёт, и воздух нехороший. Вот причина. И родители, которые неправильный здоровый образ жизни, и врачи, которые безалаберно относятся к всему этому. Нездоровый образ жизни, и наша экология, наше питание, это всё соответственно. В основном, наверное, нездоровый образ жизни, я думаю, больше. Тут всё вместе. Конечно, очень многие люди пьют, курят, даже употребляют наркотики, но и медицина в ужасном состоянии. Плюс, вы знаете, какая у нас экология. Много вредных предприятий. Ну, частично родители и экология. Я бы не стала валить вину ни на тех, ни на других. Возможно, причина в экологии. Возможно, причина в том, что в плане нервов у нас сейчас сложнее обстановка. В прямом эфире работает сейчас наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн». И мы только что посмотрели опрос. И наша уважаемая гостья, врач-неанатолог Галина Николаевна, сейчас, наверное, как-то прокомментируете. Сможете ли вы сказать, что вам понравилось, что вы отрицаете, что правильно говорят наши горожане? Ну, вот мне на самом деле очень понравилось, импонировало не перекладывать всю вину за рождение нездоровых детей на медицину. Потому что, действительно, эта проблема, она многоплановая. И изначально, когда вот такой, ну, не дай бог, родился нездоровый, проблемы какие-то, родовая травма в том числе, или нездоровый ребенок, когда обвиняют во всем докторов, чаще всего это бывает не совсем так. То есть здесь очень многофакторная проблема, в которой, конечно, возможно, есть какой-то момент, что горожане говорили, да, вот как-то медицина у нас не на том уровне находится. Но, тем не менее, чаще всего врачи из ситуации, которая складывается для данной конкретной женщины в процессе родов, они делают максимально возможное необходимое решение, чаще всего. Вот сколько видела таких ситуаций. И, конечно, чаще всего, когда женщина сделала многочисленные аборты и так далее, то есть моменты вредной привычки имеет, конечно, здесь родить здоровое потомство достаточно сложно бывает. Всё-таки вопрос относительно родовых травм от Кристины. Бывают ли скрыты родовые травмы и какие? И родовая травма может дать знать о себе сразу, или могут пройти месяцы, прежде чем она себя может проявить с точки зрения невролога? Понятно. То, что касается, спасибо за вопрос, Кристина. То, что касается, в принципе, самой по себе проблемы родовой травмы, то здесь она тоже, как бы, вот, ну, мне кажется, с точки зрения обывателя, она немножко, как бы, всё в родовую травму. На самом деле здесь не просто травма, как по себе травма, да, это момент в большей степени гипоксии именно нарушения кислородного голодания. И, как правило, конечно, родовая травма, если говорить о родовой травме, как о самом понятии, она проявляется сразу с рождения. Причём очень хорошо степень родовой травмы могут даже оценить банально, ну, любая мама. Есть оценка по Абгар, которая принята, в принципе, мировая оценка принята. Она как раз показывает степень родовой травмы. То есть, если ваш ребёночек родился с оценкой по Абгар 7 баллов и выше, это означает, что, скорее всего, гипоксии в родах ребёнок не испытывал. Либо, если даже она была, то она была кратковременной, которую он смог скомпенсировать. И чем ниже оценка по Абгар при рождении, тем больше шанс родовой травмы. Как правило, грамотный невролог, он, даже грамотный нанотолог в роддоме, он уже может оценить эти моменты. И, как правило, многим таким детям при выписке рекомендуют консультацию невролога уже в месячном возрасте, проведение нейросонографического обследования. Вот, по сути сказать, этот момент, то есть, предположить, спрогнозировать, каким образом, да, можно ли увидеть скрытые проблемы родовых травм. То есть, грамотный невролог, он, конечно, определит это практически к возрасту 2,5 месяцев, месяца в обязательном порядке. Всё, что дальше происходит с ребёнком, это, как правило, могут накладываться, могут накладываться падения с кроватки и так далее. То есть, там моменты такие могут быть. — Галина Николаевна, Вы знаете, на сайт приходит много вопросов, поэтому я их буду задавать, а Вы постарайтесь так не очень обширно и подробно о них отвечать. Вопрос такой. Скажите, а правда ли, что 7-месячные дети лучше 8-месячных и почему? — Ну вот здесь есть момент такой, что это касается зрелости лёгких. То есть, ребёнок, который в 7 месяцев, то есть, вес при рождении, как правило, это 1,5 килограмма, они могут легче раздышаться, чем ребёнок, который родился в более позднем возрасте. То есть, здесь момент именно зрелости лёгочной системы. То есть, ребёнок слишком большой, но ещё не зрелый. То есть, действительно, может быть такой вариант, но всё равно, чем более доношенный ребёнок, тем эффект на здоровье лучше. Вопрос от Надежды. Можно ли выправить ребёнка, который весит 500 грамм, и нужно ли это? Ведь он всё равно не будет никогда полноценно здоровым. Ну вот это как раз-таки посвящена нашей передаче вот этому, что на самом-то деле такие детки, они достаточно перспективны. Конечно, сейчас пока методики, они улучшаются и улучшаются и улучшаются. Может быть, конкретно 500-граммовый ребёнок в настоящее время, он, может быть, не такой будет, совсем суперздоровый. Но я начинала 20 лет назад, и с 900-граммовых были не очень хорошие дети. Сейчас они выхаживаются очень качественно. То есть, методики, они совершенствуются. Вы знаете, очень много споров и, наверное, очень много мнений о том, стоит ли маленьких детей вывозить куда-то в отпуск, стоит ли с ними летать. И вот сейчас очень модно рожать за границей, с маленькими детками возвращаются потом. Как Вы думаете, есть ли какая-то опасность вот именно перелётов, самолёта, или это опасность перемены климата? Насколько вообще проблема? Ну, я вообще сама очень сторонник поездок на юг, но не в возрасте до года. То есть, на самом деле, ребёночек до года, он слишком много занимает времени и самых разных моментов технических. То есть, это поддержание чистоты, это поддержание режима дня, это поддержание определённого комфорта во время сна и так далее. То есть, склонность к перегреву, склонность к переохлаждениям. Вот этот вот момент с перелётом самим по себе, то есть, воздействие на ушки и так далее. То есть, есть моментов очень много, которые сложно решить в таком маленьком возрасте. Даже у ребёнка с года до пяти лет адаптация слишком длинная. То есть, как правило, родители себе не могут позволить уехать там на три-четыре недели на отдых. И получается, что адаптация у них занимает около трёх недель. И таким образом, ребёнка, перевозя даже в возрасте года, менее чем на три недели, привозя его обратно, начинается вторая адаптация, которую дети, как правило, очень тяжело переносит. И, как правило, присоединяются болезни. И фактически, идея оздоровить ребёнка в этой ситуации насводится на нет. Но Вы вначале сказали, что Вы хорошо относитесь к поездкам на юг. В чём же польза тогда? По сути, я считаю, что вообще на самом-то деле юг – это вещь очень хорошая для повышения иммунитета. То есть, там лечит сам климат на самом-то деле. Солёное море, солнце, песок, контрастные вот эти вот моменты – горячий песок и холодное прохладное море. Оно очень хорошо. Но здесь надо тоже очень много-очень много внимательных моментов именно просмотреть для того, чтобы ребёнку не нарушить акклиматизацию, не нарушить его здоровье, а поднять это здоровье. То есть, в принципе, эффекта поездки на юг, как правило, для повышения иммунитета, особенно для детишек садичного возраста, которые часто болеют, которые пошли в садик, хватает на 8 месяцев, чтобы ребёнок вообще не болел. А за счёт чего, на самом деле, детишки в самолёте очень часто плачут за счёт перепада высоты? Что происходит? Почему взрослые лучше переносят? Проблема в том, что взрослый может понять, чтобы ему выровнять… То есть, при взлёте самолёта происходит очень сильное разряжение воздуха. То есть, при этом каждый взрослый видит, что нужно проглотить слюнку для того, чтобы выровнять давление в ушах. То есть, причём это происходит во время взлёта и во время посадки. Маленькому ребёнку это очень сложно объяснить. Поэтому, как правило, мы рекомендуем во время дороги поить ребёнка на взлёте, на посадке, либо хотя бы сразу после них, чтобы выровнять давление. Потому что, в противном случае, даже при наличии минимального насморка, у ребёнка может просто это закончиться аэроатитом так называемым, который достаточно может вызвать много беспокойств уже на юге. То есть, нужно дать водичку во время взлёта и посадки или смесь какой-то, или ещё что-то? Либо грудь, если да, ребёнок на грудном скармливании после года, то пожалуйста. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о прививках. Сейчас очень много таких, видимо, прецедентов, когда детям вообще их не ставят. Но ставить прививку от гепатита новорожденным в самый первый день рождения – это тоже странно. Вот такой вопрос. Как Вы к этому относитесь? Стоит ли прививать детей в таком раннем возрасте? Ну вот, а насчёт прививки от гепатита B. На самом деле, вакцина эта разработана конкретно для женщин, которые носители HBS-антигена. То есть, любая женщина при беременности несколько раз на этот HBS-антиген обследуется. Естественно, если Вы являетесь таким носителем, да, женщина, тогда обязательно эту вакцину ставить. В других случаях, на самом-то деле, Вы имеете право, по большому счёту, эту вакцину перенести на более поздний период. Хотя я, честно сказать, сторонник прививок. Потому что прививаются от болезней, которые очень страшные, серьёзные, от которых ребёнок может получить инвалидность, либо погибнуть. И, на самом-то деле, не прививать. Я считаю, что в наше время это очень опрометчиво. Мы детей, на самом деле, не десятками рожаем, чтобы вот этого там одного, двух, трёх детишек потерять от дифтерии, которая есть. Я сама вот 20 лет назад попала под такой эпидемией. Я сижу перед Вами только потому, что я была привита. Поэтому, как бы, если подойти к процессу прививочному, даже у маленьких недоношенных проблем на детей очень грамотно, и не прививать детей сразу после болезни, выжидать время, когда иммунная система восстановится, прививать по индивидуальному графику импортными вакцинами, то, в принципе, риски поствакцинальных реакций, они практически равны нулю. То есть в роддоме прививку от гепатита, если сам не являешься носителем, можно не оставить? К тому спокойно относятся, на самом-то деле, доктора, то есть по большому счёту. Вот от БЦЖ, да, здесь вопрос такой, что лучше поставить, чем не поставить, потому что там есть другая проблема, вот то, что касается прививок, которые в роддоме могут предложить. Там проблема другая, что если мы не прививаем до двухмесячного возраста, дальше уже нужно прививать через пробу МОНТО. А туберкулёза очень много, на самом-то деле. Я говорю, болезни, от которых прививаются и дифтерия, и краснуха, и скарлатин, это очень серьёзные заболевания, от которых ребёнок может, по сути сказать, погибнуть или остаться инвалидом. То есть не надо подвергать детей такому риску. И буквально, наверное, пару последних вопросов. Первый относительно сайта от Оксаны. Действительно ли стало так много больных детей? В сети постоянно собираются деньги на больных, младенцев, у которых смертельные заболевания, можно вылечить только в Америке или где-то за границей. Действительно ли это так? Ну, я бы сказала, что в целом, возможно, что так. Это как раз-таки вот к нашему опросу, да, об ухудшении экологии, качества воды, питания, вредных привычках и так далее. То есть если, например, сравнить с нашими бабушками и дедушками, то, конечно, это да, скорее всего. Мало того, успехи в медицине, они же сами себе создают поле для того, чтобы эти девочки, которые родились 20 лет назад и начали выхаживаться, они сейчас начинают рожать. Конечно, здоровье и женщин, и мужчин, оно несколько ухудшилось. Но, мне кажется, здесь надо тоже с долей скепсиса относиться к тем сайтам, которые собирают деньги так интенсивно, потому что не всегда это всё так. Ну и, наверное, последний вопрос. Как Вы относитесь к родам дома? Ну, честно сказать, я считаю, что это огромный риск. Всё-таки, на самом-то деле, для женщины, которая решила рожать на дому, просто очень часто они не осознают, на какие проблемы в процессе родов могут они попасть. То есть, ну, их масса, просто такая масса, что, мне кажется, проще доверить всё-таки профессионалам в больнице. То есть, на самом деле, ну, нет доверия нашим, если, пожалуйста, можно зарубежные больницы, пожалуйста, есть варианты. Можно, в конце концов, ну, вот мой такой, да, добрый совет, как мамы, как доктора, что нужно найти доктора, которому ты доверяешь. Потому что даже в математике не всегда дважды 24, а в медицине вообще сколько будет врачей, столько будет мнений. И поэтому, если Вы доверяете доктору, я думаю, что успех родов обеспечен, здорового ребёнка в том числе. Спасибо большое, Галина Николаевна, что Вы нашли время и так подробно ответили на часть вопросов. Вопросов, на самом деле, было очень много. Я думаю, что Вы потом посмотрите и сами удивитесь, какой интерес вызвала вот эта вот проблема родовых травм, и проблема доношенных и недоношенных детей, и уход за ними, особенно в первый год жизни. Оставайтесь с нами на связи, и обязательно увидимся в следующую среду.